Всем привет, с вами Фил на канале Твой Игровой. Сегодня смотрим, что находится внутри коробочки с игрой среди знати. Это локализация от Gaga Games, игры, которая в оригинале называется Among Nobles. От студии, кстати, с похожим названием Among Meeples. По-моему, они собирали деньги на издание этой игры на Kickstarter, так что, можно сказать, игра пришла к нам с Kickstarter. Открываем. По картинкам на сайте кажется, что коробка этой игры гораздо больше, ну, наверное, из-за ее пропорций, да, вот если мы сравним с тем же Цолкином, недавней тоже локализацией от Gaga Games, то мы увидим, что эта коробка значительно меньше, но выглядит она на сайте, на картинках так же, потому что пропорции у нее такие же, как и у стандартных бигбоксов. Кстати, насчет коробки еще хотел сказать, что здесь, ну, как мы знаем, есть такая тенденция в маркетинге настольных игр продавать воздух, да, то есть делать большие коробки, в которых немного компонентов. Так вот, интересное решение, Gaga Games решили пойти наперекор, да, этим традициям сложившимся и сделали коробку, то есть уменьшили от оригинала. Коробка в оригинале, во-первых, на обложке у нее 5 исторических персон, да, здесь мы видим только 3, и она более такая продолговатая, да, прямоугольной формы, вот. И вот такое вот решили сделать издание у нас в России. Игра для трех-пятерых игроков от 13 лет, и на сайте она описывается, как такой настольный Sims, да, у нас тут будут разные исторические персоны, и нужно будет заключать браки между ними, там, выгодно, в общем, древо, опять же, свое семейное развивать. Напоминает тематикой другую игру, да, у нас на канале, Наследие Герцога де Крыси, но я так бегло просмотрел правила, и, в общем-то, здесь очень сильно отличаются игры по механикам. По механикам здесь все-таки такие достоверные, да, исторические личности, а в Наследие Герцога там вымышленные персонажи. Вот, на обложке у нас тут, ну, вы, наверное, узнали, да, Наполеона Бонапарта, и я узнал Марию Тюдор, да, королеву Англии. А вот эту барышню я сразу не определил, но немножко нагуглил, в общем, это Сибила Клевская, она являлась женой какого-то там герцога. В общем, если вам интересно, можете тоже погуглить информацию. Вот, коробочка, давайте уже по компонентам, наконец-таки, перейдем к обзору компонентов. Обзор, ну, основной обзор, да, у нас, как обычно, выйдет чуть позже, то есть все рассмотрим механики, я мнение об игре расскажу. Вот, что касается компонентов, да, коробки. Коробочка подлен, гладкая, нигде ничего не отслаивается, все сделано очень качественно и выглядит, в принципе, стильно, но знаете, как такая страница в учебнике истории? Вот, здесь гравюры, да, если мы близко посмотрим, тут даже краска немножко потрескалась, как бы так, на изображениях, то есть взято прям вот с такой старой картины, да, с холста, как будто сошли эти персонажи. И нас встречают здесь правила. Правила игры, такой буклетик. Здесь текста довольно много, несмотря на то, что игра такая вот маленькая. Значит, правила я скажу в обзоре, они мне показались немножко замороченные. Ну, качество нормальное у буклета, в принципе, держать приятно его в руках. Так, смотрим дальше. Памятки для игроков, перехваченные резинкой, убираем. Тонкий картон. Ну, пойдет, для памятки сойдет. Так, буклетик Gaga Games, рекламный. И дальше мы видим, что все компоненты уже выдавлены. Ну, то есть нам не оставили, да, эту работу, повыдавливать компоненты, поругаться на то, как они выдавливаются. Так, ну, все расфасовано по зиплокам, и карты упакованы вот так, ну, упакованы в пленку. Такие у нее запаянные, она, в общем, не очень красива. Ну, это не важно. Давайте посмотрим. Да, вот, внутри мы видим такой вот органайзер. Пойдет органайзер, красиво оформлен. Бумажный, ладно, сойдет. Конечно, на пластик здесь рассчитывать не приходится. Давайте смотреть карты, наверное, да. Карты ниллион, ниллион, стандартный картон. Срез, срез, самое главное, срез. Что-то срез какой-то неровный. А, нет, нормальный, нормальный срез, но более-менее. Хотя где-то вот что-то нож не очень ровный был. Сыпется с них что-то. Не, ну так в целом нормально. На ощупь они немножко отличаются, да. Все-таки немножко отличаются от стандартных. Такие чуть более гладкие, чем обычно. Двусторонние карты. Вот это какие-то места, да. Провинции, которые будем захватывать. Исторические персоны. Здесь несколько эпох. Несколько эпох. Вот они отмечены, да. У них отличаются рубашки. Вот, кстати, это Сибила Клевская с обложки. Персонажи разные. Мужчины и женщины, которые будут взаимодействовать в этой игре. Карта первого игрока. Вот такая вот интересная. Дальше у нас тут провинции. Кастилия. Провинции полностью, да. То есть картинка на карте. И персонажи с портретами, с именами. Здесь даже есть литературный текст какой-то. Например, Елизавета Австрийская. Почиталась одной из красивейших женщин своего времени. За бледный цвет кожи, длинные светлые волосы и статную фигуру. То есть здесь можно еще об этих всех персонажах немножечко узнать какие-то интересные факты. По одному факту, но все равно приятно. Интересно, да. Посмотрим, поиграем. Давайте жетоны. С жетонами разберемся. Оценим их качество. Так, у жетонов покрытие под лен. И сами они толще обычных жетонов, да, которые я встречал. Что с заусенцами? Заусенцев практически нет. Такие вот жетончики. Ну, 1 и 5. Я так понимаю, что это, наверное, краски. Победными очками в игре являются. Жетоны выглядят добротно. Они приятные. И деревянные компоненты. А, вот у нас еще есть золото, да, золотые монеты. Ну, в смысле, жетоны, конечно, картонные, которые обозначают золотые монеты в игре. И что ж, они тоже, в принципе, такие же, да, покрытие под лен. Да, и имеют... Центровка не смещена нигде. Хотя нет, немножечко есть смещение, ну, не критично. Так, в принципе, заусенцев никаких я практически здесь не вижу. Так, и вот еще деревянные компоненты. Кубики деревянные и круглые фишки. В принципе, я так уже вижу через пакет, даже что они стандартные, да, как и везде. Как и везде. Немножко их погрызли термиты. Но не очень... О, слиплись два кубика, смотрите-ка. Краску не просушили. Ну, так вот я их разъединил. И, в принципе, они без всяких там видимых косяков, повреждений. Ну, кое-где термиты, конечно, над кубиками поработали, да. Вот. Блин, этот термитный кубик, конечно. Вот так. Вот такие вот компоненты внутри коробочки игры среди знати. Ждите наш летсплей. Также я сниму еще обязательно обзор этой игры. И до новых встреч, друзья. Всем спасибо, всем пока.